Ну что ж, друзья, сегодня у нас с вами демонстрационная психотерапевтическая сессия с пожирательницей мужских сердец, с девушкой, которая как две капли воды похожа на Арналмуте. Я, правда, не знаю, нравится ли ей это сравнение или не нравится, да, давайте ее и спросим как раз. С Настей Рыбкой. Все, звоним. Как договорились мы с ней? У меня 10, а у нее не знаю, сколько утра. Настя, скажи, пожалуйста, ты первый раз у психолога? Нет. В детстве меня мама отправляла к психологу, но я не могу сказать, что я не хотела туда ходить. У меня просто были там какие-то траблы с коллективом, я это все жестко очень воспринимала. У меня там были подруги, с которыми я сралась, потом у меня были депрессии. Короче, было куча всякой херни, меня мотало по жизни, так как мама моя медик сама. Она, в общем, отправляла меня заниматься к психологу, там были какие-то интересные тесты, в общем. У меня эта психолог была в итоге каким-то моим кентом, скорее, просто взрослой тетей, которая со мной дружила. Вот. Ну, я не знаю, это считается или нет. И потом я ходила где-то года четыре назад к НЛПшнику к одному, он мне прорабатывал психотравму, детство, ну, не детство, получается, уже взрослой жизни. Я там себя пыталась вытрахать мозги по одному вопросу. Вот. И там уже не обошлось без профпомощи. Ну, я, в принципе, нормально отношусь к мозгоправам, просто, ну, как бы, квалификацию никак не проверить, то есть, ну, то есть, или по отзывам, или как, ну, непонятно, поэтому я так. Ну, вот к себе бы я сходила. Ну, хорошо, давай тогда так. Сформулируй сейчас свой запрос. Что такое ты для себя хотела бы сегодня проработать на нашей с тобой встрече? Ну, вообще, я на самом деле хотела просто с тобой пообщаться. Что проработать, я недавно вообще думала, типа, вот, в чем косяк в моей жизни. Вот. И у меня есть три такие мании, с которыми я, ну, я не знаю, как бы, это считается плохо или хорошо, но я чувствую, что они на меня влияют, и я им поддаюсь. Вот, как бы, вот, мне интересно, вот, что ты скажешь, откуда это все идет. Вот. Вообще, у меня подписота дико испугалась, когда я сказала, что у меня с тобой будет эфир, потому что, говорит, она достанет все твои какашки, с детства возьмет их, выложит, короче, все тебя там начнут не любить. Говорю, да похуй достанет. Ну, просто, мою репутацию реально сложно испортить сейчас. Вот. И, короче, у меня одна страсть есть, просто сумасшедшая. Я безумно люблю машины. То есть, просто пиздецки я их люблю. И вот эти вот три чувства, когда смешивается страх, адреналин, возбуждение и контроль, четыре чувства, вот у меня это вызывает какое-то ощущение сродни, наверное, оргазма или предоргазмического. То есть, если я месяц не вожу, у меня пиздец. То есть, у меня начинается депрессия, начинаю срываться на людей, начинаю на всех орать. Стоит мне сесть в тачку, включить музыку и валить километров 200 куда-нибудь, все, вот меня вот отпускает. И мне кажется, что это уже зависимость просто, потому что я могу променять машину на все, что угодно, на людей, на друзей, на все остальное. И вот, вот, меня это вот пиздец. Вот я не знаю, что это. И вот такое же чувство у меня вызывает еще, когда я пою, когда я иду по подиуму, и вот, наверное, все. Ну, а секс, вот этот вот секс бесконечный, можно сравнить его с этим чувством, с этой скоростью? У меня нет бесконечного секса. Я, наверное, уже натрахалась. В смысле того, что, ну, всех мужчин не выбежь на свете, но нужно к этому стремиться, это, конечно, прекрасно. Но я подсела пару лет назад на «Еблю по любви», и вот я не могу сейчас с этого слезть. То есть, просто механические движения мужчины в постели, ну, мне даже в лом ради этого ноги брить. То есть, типа, мне не хочется, мне хочется, чтобы мурашечки по коже, поэтому не могу сравнить. Ну, хорошо, давай так, машина, это тебя возбуждает как скорость или машина как вид, что вот она такая красивая, там, бампер, какие-то там у нее фары? Что больше будоражит? Как ты сама чувствуешь? Ощущение, когда ты садишься за руль, поворачиваешь ключ, слушаешь этот звук, вот эта вот мощь просто. Когда ты нажимаешь на газ и чувствуешь себя одним целым с этой железной штукой, и вот уровень вот этого контроля, когда тебе подчиняется такая огромная хрень, которая максимально быстрая, и просто вот меня разрывает от этого. Ну, хорошо, ты обозначила это как форму зависимости. А каким образом это вредит твоей жизни? Почему ты хочешь сейчас от этого избавиться? Что будет у тебя? Я сейчас возьму как психотерапевт, ты заберу у тебя эту зависимость, вылечу тебя от этой зависимости. Что ты тогда будешь делать? Это же источник твоего удовольствия, источник каких-то там самых ярких переживаний. Что ты будешь делать без этой зависимости? И зачем ты хочешь от нее избавиться? Я хочу избавиться. Я хочу это контролировать. Объясню, почему, зачем. Я езжу под 300 км в час. У меня спортивная машина, у меня их несколько. Но это опасно для жизни просто. Иногда я просто кидаю тачку и выпиваю чего-нибудь, чтобы не садиться за руль просто. Ну хорошо, Настя, ты же не всегда сидела за рулем. Когда-то ты была маленькой девочкой, подростком, правильно? Вот все те же схожие переживания ты искала в каких-то других вещах? Вот расскажи про меня. С 12 лет, когда меня посадили за руль в первый раз, я сошла с ума. Ну хорошо, а вместе с тем не с 12 же лет ты ездишь за рулем, правда же? А я себя сколько помню? Вот именно вот я себя помню приблизительно, вот я не помню прям самого раннего детства. Я помню себя где-то с 12-13 лет, а до этого просто флэшбеки. И одно из первых воспоминаний, которых я помню, это именно в 12 лет, когда меня мама садит к себе вот перед собой за руль машины. Я еще не достаю до педали, но я уже типа сижу за рулем. И вот этот вот момент именно контроля, который я почувствовала в тот момент. То есть моя мама боялась всегда водить, а для меня это было что-то такого, господи. То есть, ну, как будто вот я родилась с этим чувством. Ну хорошо, Настя, а до 12 лет вспомни? Вот до того, когда ты познакомилась с машиной, что это было? Нечто такое схожее. С чем ты можешь это сравнить? С плаванием, с победой в соревнованиях. Наверное, вот с этим. Либо с решением какой-то сложной задачи по математике. Либо по физике. Настя, хорошо, я немножко так почитала твою биографию. Ты ребенок, ну, как бы поздний, да? Мама тебя поздно довольно родила. Можешь чуть-чуть про маму рассказать? Про маму, про папу, про семью, в которой ты росла? Давай немножко посмотрим. Ну, с папой все сложно. Мы там вообще, короче, я его не знала. И не хочу ни сейчас, вы скажете, ни... Ну, не то, что не хочу, мне просто лень. У меня нет вообще никаких желаний. То есть можно было бы встретиться с человеком, но я как бы понимаю, что, ну, родители — это человек, наверное, который будет мне как-то пытаться меня научить жизни, а мне это к тридцатке уже, наверное, не нужно. Вот. Насчет мамы. У меня мама, она тоже, ну, полупсихолог по образованию, там, начиталась всякой такой темы. И она меня воспитывала примерно так, как я сейчас отношусь к своим детям. То есть, ну, можно все, если ты объяснишь, нахрена тебе это. И как бы если ты накосячишь, ну, твои проблемы. То есть меня контролировали, но очень мягко меня направляли. И за счет этого я, конечно, больше косячила, чем остальные, но у меня и опыта было в жизни больше. То есть, ну, мне, в принципе, нравится, как меня воспитывали. Ну, я была свободным человеком, и мне объясняли, мне разговаривали со мной, то есть говорили, что вот, если ты поступишь вот так, вот, вернешь налево, вот такой, скорее всего, будет результат направо, вот такой результат. А решай, решай сама, вот, типа, такого. Ну, хорошо, ты так говоришь. Мне объясняли, как будто бы это было несколько людей, которые тебе объясняли. Ты жила с мамой вдвоем, правильно я понимаю? Это единственный ребенок? Нет, мама и бабушка. А, мама и бабушка у тебя. То есть две женщины тебя растили, правильно я понимаю? А, да. Ну, вот расскажи, что это была за семья такая? Какое влияние бабушка оказывала? Какое влияние мама оказывала? Да, вот расскажи чуть-чуть. Потому что есть какое-то сходство с Анжелиной Джоли, потому что у Джоли что-то такое похожее было в отношениях с мамой. То есть мама как будто бы давала очень много ей свободы, да, и вместе с тем вот старалась направлять. Какое-то сходство есть сейчас в том, что ты говоришь. Ну, у меня мама очень умная женщина, на мой взгляд. То есть вот как она состоялась в жизни, то, чего она добивалась, какой путь она прошла. Мне бы хотелось ее, наверное, пусть повторить по жизни. Но она более правильная, чем я. Единственное, что я не могу понять, это то, что она отказалась в жизни от всего. В твоей жизни была только я. Ну, и может быть, какая-то карьера минимальная. Ну, в смысле того, что она занималась собой, она занималась карьером, никогда не запускала себя внешне. Но у нее никогда не было мужчины, чтобы вот я видела, что она в каких-то отношениях. Хотя она могла, она была красивой женщиной. Я не знаю, почему она вот так поступила. Я никогда не просила такой жертвы. Но меня, в принципе, в этой жертве никогда не обвиняли. Ну, вот я просто сейчас уже со стороны анализирую. Но в том плане, что у меня в семье никогда не было скандалов. У меня в семье никогда никто не ругался. Для меня непонятно, как может родитель кричать на ребенка. Для меня непонятны вот все вот эти вот вещи, которые были у моих друзей, которых не было у меня. Когда тебе что-то прям строго запрещают, куда-то тебя не пускают, ты не можешь поехать в какую-то поездку. То есть у меня все это всегда было открыто. То есть я объясняю, что там мы едем с друзьями там на Северный полюс на пять дней. А, окей, хорошо. А кто едет там? Отзвонили с родителям, все в порядке, все нормально. Если мне там говорят нет, я объясняю, почему мне это надо. Там объясняю какую-то плюху, что мне за это будет или что я за это готова сделать, тоже меня принимают. То есть вот, ну, вообще из детства нет вот в плане семьи вообще никаких негативных эмоций. То есть прям поддержка. Ну, Настя, ну не может же быть такого, да? На самом деле мы к своим родителям испытываем самые разные чувства. Давай вот чуть-чуть про то чувство, которое называют... Вероника, ты учитываешь, что моя мама умерла, и как бы поэтому мне очень тяжело вспомнить что-то плохое с одной стороны. А с другой стороны, ну, чем я была недовольна? Наверное, тем, что она периодически говорила мне такую фразу, тебе это не нужно. Ну, то есть, вот это единственное, за что я могу зацепиться, потому что меня вот в подростковом возрасте это бесило. А когда я сказала, что я хочу бросить школу, уйти в балетное, ну, просто это был один-единственный момент, когда моя мама мне сказала, что строгое нет, просто вообще без объяснения причин тебе это не надо, ты потом поймешь. Ну, вот это вот была моя большая обида в детстве. А так больше как бы... Настя, а что произошло, почему мама умерла, и когда это произошло? Возраст, 67 лет, у нее инсульт случился. Тебе на тот момент сколько было лет? 23. Давно. Как бы как ты это пережила, Настя, что стало происходить с тобой после этого момента? Ужасно пережила. Ну, в смысле, вот я тебе говорила, что я обращалась к МЛПшнику, чтобы у меня было там куча чувства вины, там каких-то вещей, что мне нужно было что-то переделать, что-то не так сказать, может чаще рядом быть, там где-то поддержать, где-то еще что-то. Я себя очень сильно дрочила на это, где-то года полтора. Вот. Пошла тоже во все тяжкие в своей жизни, то есть у меня пошел такой клин, типа жизнь закончится завтра, я хочу сделать все, что угодно, типа разрешить себе все и похер дым на все, то есть на меня теперь нет контроля, на меня никто не смотрит, на все общество мне посрать. Ну, то есть у меня был такой, ну, не знаю, протест, наверное, против системы, против смерти, против всей этой темы. Ну, потом прошло, ну, где-то года полтора. Ну, хорошо, можно сказать, что вот этот вот взрыв промискуитетный, бесконечные, беспорядочные половые связи были как-то связаны с этой болью, вот с этой потерей, можно это сказать? Нет, беспорядочные половые связи у меня были лет 16, в смысле того, что, как сказать, периодически я влюблялась, и мне не хотелось больше никого, то есть если у меня была любовь, я никогда своему мужику не изменяла, просто потому что, ну, не видела других. Но если я в свободном плавании, у меня никогда не было запретов в том плане, что должен быть один мальчик в неделю, если два мальчика в неделю, это нехорошо, нет, такое было как бы всегда. С чем ты это связываешь, кстати говоря, вот этот бесконечный вот этот поток мужчин, мальчиков и прочее, как ты сама чувствуешь, с чем это связано? Ну, наверное, с тем, что я не вижу в этом ничего плохого, то есть у меня там второй секс в жизни был групповым, ну, то есть у меня первый мой молодой человек, он меня так провел по жизни удовольствием, и я поняла, что вот тот момент, когда человек, которого ты безумно любишь сидеть на кресле и дрочит, когда трахаешься с его другом на диване напротив, вот это вот дает эмоций гораздо больше, чем все вот эти вот ваши «мы пары, у нас классическая миссионерская поза раз в неделю», ну, то есть эмоционально меня очень сильно развалила вот эта вседозволенность, и назад вернуться, ну, это просто скучно. То есть эти мужчины, эти бесконечные мужчины не имеют никакого отношения к твоему внутреннему протесту, к какому-то там гневу, ничего подобного? Ну, у меня периодами, понимаешь, вот меня сносило, наверное, лет до 25, когда были какие-то гормональные всплески, вот так с 16 до 18, потом где-то с 21 до 23, вот примерно, потом у меня был там период действенности целебата, то есть я там ничего не хотела, сейчас у меня опять один чувак, я ничего не хочу, и то есть, ну, такое, просто периодичность у меня, и я в этом не вижу и не проблемы с одной стороны, и с другой стороны мне комфортно абсолютно, то есть просто я контролирую сама количество мужчин в своей кровати. Захочу, чтобы их было 50, будет 50, захочу, чтобы был один, будет один и все. Настя, скажи, как ты себя оцениваешь вот как ребенка? Ты была сложным ребенком для мамы? Вот как ты чувствуешь, с тобой было тяжело или как? Да, да, очень. В чем было тяжело, в чем было сложно маме с тобой? Отличница, комсомолка, красавица, блять, лидер в спорте, лидер в классе, меня все время перло на какие-то дискотеки, на диджеинг, я работала в Гоу Гор, сдавала арестовки, короче, у меня была какая-то постоянная непонятная жизнь, и меня мама все время спрашивала, 14, чем ты занимаешься? Я не могла ответить на этот вопрос, я просто все время консуаливала, с одной стороны, с другой стороны, когда твоего ребенка постоянно нет дома, да, я на связи, да, я там как-то, ну, вроде могу логически объяснить, чем я занимаюсь, но все-таки я думаю, что моя мама предпочла бы иметь, наверное, такую спокойную девочку дома, которая так книжечки раздавит, и все. А меня расхвиначивает, понимаешь, когда ты звонишь своему ребенку, спрашиваешь, где он, а я говорю, я в Минске, у меня сзади статуя свободы, я так шутко пропаливаюсь, блядь, что я в Нью-Йорке, ну, как бы с позиции родителя, не дай бог, у меня дети будут с таким же характером, ну, просто. Я залезала в каждую жопу, я могла просто сесть вечером поехать в другой город или в другую страну, и я не знаю, как она на это все смотрела. Наверное, это было тяжело. Ну, хорошо, а вот какие-то выяснения отношений, то есть что она пыталась делать, доченька, давай там будем поспокойнее, давай вместе, то есть как она пыталась справиться с этим, расскажи. Ну, она пыталась из меня получить какую-то информацию, причем она пыталась пару раз на меня давить, причем, ну, так, типа, проверить мои сумки, я жестко вот это отрезала, просто могла уйти из дома на несколько дней, если залезли в мою сумку, если залезли в какую-то, ну, вот у меня личное пространство, и туда не лезть, не трогать. Если туда внедрялись, для меня это было вот просто, знаешь, как вот, не знаю, раздеть меня при всех, вот для меня вот это было, ну, просто я этого не принимала жестко, и как бы сама старалась так же, то есть, ну, если закрыта дверь, я сначала постучусь, потом зайду там, я в чужую сумку никогда не залезу. Ну, я не знаю, как бы, откуда это качество и что-то за тема, но вот у нас какие-то границы были, и, в принципе, она старалась мою не нарушать, я старалась ее не нарушать, вот как бы вот такая. Бабушка у нас вообще жила в отдельном мире, там отдельная комната, отдельный телевизор, отдельный диван, ее какая-то такая волна. Мы как-то, ну, сожительствовали, единственное, что у нас всегда был срач дома, ну, меня это начало бесить, там лет в 17 я съехала на другую квартиру, но это, наверное, единственный минус, который я помню, потому что три бабы, которые срут, и вечно друг на друга, мы живем втроем, три бабы, давайте хоть кто-нибудь уберется. Нет. Ну, такое. Хорошо, скажи, пожалуйста, были ли мужчины в вашей семье, какие-то отчимы, какие-то друзья, они как-то фигурировали в твоем детстве? Дядя приезжал, у меня дядя в Москве, меня периодически отправляли к нему, там, на лето, на пару месяцев, ну, он такой был, типа, строгий, и что-то пытался мне показать, что он, там, типа, знает, как жить, но я так все время с таким скептицизмом смотрела на эти, знаешь, что он приезжает, трехчасовая лекция за жизнь, я сижу вот так. Угу, угу, ну, просто у меня скука, вот кроме скуки, вот у меня никаких эмоций нет. Я в Москву приезжаю, мы запирались с двоюродным братом, он старше меня на 10 лет, он мне, короче, покупал мультиков, там, видео этих кассет штук 15, короче, давал мне компьютер, можно интернет, можно, короче, все, что угодно смотреть, и вот таким образом проходила моя лето в Москве. Все нормальные люди гуляли, а я вот так. Ну, все, что вспомню с детства из мужчин. А, еще у моей мамы был кореш, один из смотрящих Бобруйска, и, то есть, он периодически, ну, заходил, потому что, ну, там были какие-то у них моменты, там, допустим, моя мама могла зашить там кого-то, не в больнице, ну, вот так вот, короче. Ну, это Бобруйск, это криминальный город, это, типа, нормально было на тот момент, вот. Ну, и я помню вот эти вот моменты, что меня все время доставали какие-то проходки на какие-то концерты, на которых никогда не было места, я все время в каких-то ложах сидела, то есть, я могла пройти в любое место, в принципе, абсолютно спокойно, то есть, ну, вот, остались вот такие вот еще эмоции от мужчины. Ну, хорошо, получается, что ты росла без мужчины, и как таковой портрет того, как должен выглядеть мужчина, как за ним ухаживать, что нужно делать, чего не нужно делать, что это вообще за мир такой мужчин, то есть, получается, у тебя был ноль в этом плане. А что за ним ухаживать? Сказать, за мной ухаживают. Окей, как ты стала с ними знакомиться, как ты стала их узнавать, и видишь ли, что сегодня это как-то как-то дает о себе знать, что ты их не знаешь, да, тебя не растил папа, у тебя не было этого человека, который с детства считал тебя единственной своей любимой принцессой. Вот скажи, как сегодня это дает о себе знать? И есть ли сегодня у тебя поиск папы? У меня, естественно, были друзья. Ну, типа, как бы, я в основном во дворе дружила именно с пацанами, то есть у меня, ну, и причем были такие друзья, которые там были либо лидеры двора, либо лидеры района, ну, такие какие-то классные чуваки, вот у нас именно была с ними такая, ну, братская френдзона, потому что я тоже пацанка, и как бы, ну, я себя скорее вот в детстве позиционирую, наверное, не с девочкой, у меня не было вот этих вот там бантиков, рюшечек и всей этой херни, у меня были шорты, велик, короче, и какие-то левые трипы в какие-то палатки, то есть, ну, такое. Вот, и, ну, не знаю, как я начала знакомиться с мужчинами, у меня вообще не было элемента знакомства, то есть мне завязать разговор, пообщаться, задружиться вообще не составляло никогда проблемы. Ну, понятно, поскольку... И я не разделяю на пол, на девочек, на мальчиков, мальчики просто интереснее, чем девочки, девочек умных мало. То есть тебе помогало в этом плане понимать, мужчин, твоя собственная мужская энергия, то, что в тебе много этой пацанистости, ты с ними всегда дружила, и поэтому ты их понимала очень хорошо. Ну, наверное, в спорте проще, потому что в детстве, знаешь, мужские результаты и женские, они очень редко отличаются, то есть, ну, они идут практически на равных. И то, что я зарезалась всегда с мужиками, в смысле того, что там по каким-то достижениям в плавании, в атлетике, там, вот в таком, ну, я не была никогда хуже, то есть меня там ставили на дорожку, там, с пацанами. И это помогало, наоборот, идти вверх, потому что когда меня потом ставят на соревнованиях на женскую дорожку, ну, у меня там где-то все, короче, дрочат в конце, потому что я все время плаваю с пацанами, у них свои результаты, ну, и я тянусь, как бы, за ними. Вот, и, ну, наверное, вот с этого пошло, что мне, как бы, пофигу мальчик и девочке, я дружила всегда со всеми, но вот подруг было всегда меньше, чем друзей пацанов. Вот, и это немного, кстати, напрягало родителей, бабушку в основном, потому что бабушка считала, что мы что-то делаем не то. Хотя у меня был кореш, который у меня с 13 лет ночевал у меня в квартире, когда у меня у мамы было ночное дежурство, он спал со мной в одной кровати, потому что он боялся идти домой, потому что он был бухой, а мама его пропалит, что он бухой, типа, и удаст ему людей. Но у нас никогда не было никакой сексуальной такой темы, мы просто были корешами, то есть, ну, типа, что здесь такого, там, где-то поспать, можно той кровати поспать, можно той, то есть, ну, типа, вообще. Хорошо, Настя, ты знаешь, адреналинщики – это, в принципе, люди, которые возбуждают себя, дабы хоть как-то ощутить себя живым. Скажи, в связи с этим у меня есть к тебе вопрос. Хорошо ли ты слышишь собственное тело? Хорошо ли распознаешь собственные чувства и ощущения? Я все задумываюсь, наверное. Ну, то есть, я стараюсь себя спрашивать, ну, прям спрашивать, хорошо ли мне сейчас, что меня сейчас сделает счастливой, комфортной ли мне, хочу ли я что-то поменять. Ну, то есть, такое я с собой, в принципе, разговариваю. Ну, такая рефлексия, так называемая. Хорошо. А можешь ли ты услышать обиду, ревность, зависть, вот горечь, вот эти все чувства? Да, я тебе честно отвечаю. Если я ревную, если я злюсь, если я обижаюсь, я себе говорю, так, стопэ, это чувство идет вот отсюда, оно у тебя потому-то, и, в общем, как бы, если оно деструктивное, я разбираю, откуда оно началось, ну, откуда оно началось, и, получается, его в позитив какой-то перевожу. Телесность вот эту свою, чувствуешь ты ее? Телесность, что чувствуют там? Руки, ноги, что происходит в животе? Эту телесность, ты ее слышишь в себе. Правильно? Ну да, я же танцор, я же, ну, типа, конечно, я же, сенсорик, у меня хорошо разрушает. Хорошо, Настя, с чем связана вот эта многогранность, что как будто бы ты везде, 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 везде хочешь успеть, и здесь, и вот потанцевать, и в политике, и спеть. Вот, ну, это как бы получается так, везде поднаткусывать по верхам, по чуть-чуть как будто, потому что невозможно нырнуть глубоко в каждой из этих позиций. Как ты сама думаешь, с чем это связано? Откуда такая, вот разброс такой от и до? Ну, смотри, я принимаю автоматом все, ну, просто какие-то вещи мне заходят, и я в них углубляюсь. Допустим, вот мне зашли тачки, я ушла в стритрейсинг, я ушла в экстремальное вождение, я нашла кучу друзей себе в этом, я занимаюсь регулярно этой темой, я разбираюсь в машинах, я что-то про них читаю, то есть, ну, не могу сказать, что это прям поверхностное увлечение. Допустим, с танцами я протусила два года там, я как бы научилась каким-то азам, все, мне неинтересно, я ушла, то есть, ну, такое. То есть, пробуешь все по чуть-чуть, да, ты права абсолютно, но вот именно углубляешься, допустим, там, в мужские какие-то моменты, ну, и даже не психология, а вот поступок какой-то, почему он так поступает, как сделать так, чтобы он поступил еще раз, то есть, мне это интересно, это аналитика, то есть, это как математика, я в это играю, как в шахматы, то есть, это мне интересно, я в этом разбираюсь достаточно хорошо. В компьютерах я вообще не разбираюсь, хотя он у меня есть, вот для меня это вот, скайп открыть, это был пиздец, мне неинтересно, я не разбираюсь. Ну, хорошо, Настя, а можно то же самое сравнить с людьми, что вокруг тебя множество каких-то людей, и с ними также устанавливаются такие неглубокие, а довольно поверхностные связи, можно так сказать? Я к себе вообще никого не подпускаю, у меня друзей, ну, наверное, человек 10, а вот кого я к себе подпустила, знакомые, ну, мне как бы пофигу, но вот те люди, которых вот я вспомню, их реально можно посчитать на двух руках, и вот это близкие, а все остальное это здрасте, вот такое. Ну, хорошо, эти 10 человек, которые ты обозначила, на сколько они близкие? На 100%, наверное, никто, ну, в смысле того, что есть вещи, которые я считаю, что, наверное, никому не принято показывать, ну, не знаю. Ну, например, давай вот, что ты имеешь в виду, никому не принято показывать, о чем ты говоришь сейчас? Ну, если мне плохо, если я чувствую, что меня перекрыло от какой-то эмоции, либо я там плачу, либо я там грустная, ну, либо вот знаешь, что у меня идет какой-то откат эмоциональный, я предпочитаю посидеть одна и сама с собой поговорить в этот момент. Я не люблю, когда меня люди видят в том состоянии, когда мне нехорошо, я не могу показывать слезы, я не могу показывать какую-то свою внутреннюю надлом. Это редко вообще бывает, это состояние, оно для меня нетипичное, но если оно есть, я всегда пересиживаю его сама. Ну, хорошо, Настя, ты сегодня сирота, где ты ищешь эту поддержку? Кто сегодня твой родитель, Настя? Нигде, мне 30 лет, о чем ты говоришь? У меня девок куча учатся, я у них мама рыба. Ну, хорошо, ты мама рыба, а у тебя, ну, все равно, в любом случае, в тебе есть маленькая Настя, маленькая девочка, которая тоже бывает испытывает разные страхи. Сегодня ищешь ты хоть в ком-то вот эту поддержку? Видишь ли ты... Да, мужчины ее дают, наверное. Ну, в смысле отношения, либо те мужчины, к которым я привязываюсь в плане любви, в плане влюбленности, вот они ко мне относятся, наверное, с какой-то родительской позиции, в смысле того, что там, релакс, все будет хорошо, я все решу, там я могу... Ладно. То есть это папочка, то есть в мужчинах есть какой-то папочка, а вот у женщин, есть ли у тебя попытка найти какую-то взрослую подругу, которая бы вот брала на себя эту функцию матери, где-то тебя поддерживает? Да, есть парочку таких у меня взрослых теток, которые как бы периодически мне говорят, так, ты-то им привела в себя в порядок, поднялась, все, херня, давай, все будет нормально. Но у нас эта роль, она меняется, то есть я могу то же самое им сказать. Хорошо, Настя, скажи, пожалуйста, насколько тебе легко сближаться, насколько тебе легко как бы обниматься, открываться, насколько как бы ты привыкла к этой близости и нежности вот в отношениях, особенно с мамой в детстве. Было ли такое, что доченька, я тебя так люблю, там, давай вместе поболтаем, то есть насколько теплое все это было и есть сегодня? Расскажи, пожалуйста. Ну, у нас была такая типа домашняя тема, что мы телек смотрели, у меня мама тоже вот так вот любила сидеть, как я сейчас, я у нее вот так лежала, короче, на ногах все время, в любом возрасте. Она меня там лет 7 сгоняла, такая, типа, нельзя при людях на коленях у меня сидеть. Я там, я думаю, у меня малой такой же, то есть тоже, ну, типа, уже как бы взрослый, но он может там, типа, при всех ляпнуться на колени, такой, типа, при всех нельзя, а то мы дома один. Ну, вообще, вот посторонних людей я к себе не подпускаю, в смысле того, что мне даже руку пожать человеку, ну, я этого не делаю, я не знаю, почему я обрезгую, вот именно к, именно к тактильным прикосновениям, но если у меня близкая подруга, либо человек, в которого я влюблена, мне прямо вот этого вот хочется всего, мне прямо вот жмякайте меня полностью, и я тоже буду жмякать. Блин, как мне нравится твоя эта тема, когда у тебя что-то происходит где-то вокруг, и ты такая там раз переключилась, что-то начала рассказывать такую тему. Вообще, я так подсела на твои видео, в смысле того, что, знаешь, у тебя очень образное мышление, классное, и ты вот можешь вещи, господи, это как мы орали с этого, подожди, как это, когнитивный диссонанс, блядь, сука, я ржала три дня, как можно такой серьезный научный термин на таких простых вещах объяснить, блядь, ты гений, просто гений, я с этого просто очень торчу. Ну, правда, таких блогеров просто нет, на тебя подсаживаются все вообще, просто одно видео показываешь, и все, нахер, человека просто нет, он ушел, блядь. Спасибо. Хорошо, давай еще такую штуку, значит, ты обозначила еще вот что, когда мы с тобой списывались, что помимо вот этой адреналиновой какой-то истории есть еще желание покупать друзей, давай вот это сейчас сюда же увяжем, потому что все эти вещи напрямую между собой взаимосвязаны, давай вот про эту покупку друзей, скажи, каким образом ты это делаешь, и какие последствия у этого, и почему тебе это не очень нравится? Ну, смотри, я сейчас столкнулась с такой вещью, с которой я как бы не особо сталкивалась там типа раньше в детстве, в смысле того, что у меня мой круг общения, он разделился на две какие-то половины, то есть, часть из них это какие-то мажорчики, либо эскортники, эскортницы, либо детки богатых родителей, то есть, примерно те люди, которые могут себе позволить на моем уровне тусить, приблизительно. Ну, то есть, мы как-то с ними стараемся, ну, есть люди, которые там говорят, я за все оплачу, короче, как бы пофигу, потому что у меня больше всех денег, ну, и объективно я хочу тусить с вами, и это типа норм. Но в основном я как бы стараюсь скидываться с людьми, чтобы вот не чувствовать какое-то, ну, какого-то должествования. Есть еще момент людей, которые мне периодически нравятся, которые со мной в жизни сталкиваются, которые где-то в чем-то мне могут быть полезны, но они нищеброды, но мне хочется с ними потусить, но объективно как бы хочется. И я их куда-то приглашаю, и как бы я понимаю, что они могут пойти, ну, куда-то только за мой счет. Ну, и как бы я к этому норм, то есть, ну, надо шерить ресурсы, и все такое, то есть, мне не жалко. Ну, просто в какой-то момент я замечаю, что вот у меня уже было просто две таких ситуации, причем с мальчиками, с друзьями, ну, не с партнерами, а с друзьями, когда человек начал просто хуеть, то есть, мне вот недавно мальчик высказал, которому я вообще ничего не должна, который со мной не встречается, ничего, какого хера я полетела на Бали с двумя другими чуваками, а не с ним, и вообще он мне этого никогда не простит, и я должна буду три месяца просить у него прощения. Я такая сижу, что? Ну, ладно, если бы я за его счет полетела, ладно, что-то где-то как-то, то есть, ну, то есть, если ты делаешь что-то человеку, он начинает автоматом переключать тебя в какой-то родительский фрейм и думать, что ты теперь всю жизнь будешь должна что-то для него делать, что это, блядь, вообще за феномен, что это за пиздец, ну, то есть, и такая же херня была на Бали, девочка, короче, с которой я тусила три дня, ну, то есть, она там что-то сказала, что они там бабки закончились, ну, окей, я там покупала какие-то коктейли нам на двоих, короче, там, ну, такая была моя полулюбовница, в общем, полуподружка, что-то между, короче, среднее, и в итоге на третий день она такая пишет мне, вот, ты типа меня бросила в баре, как ты могла, и вообще у меня закончился кэш, я такая посмотрела, ну, в общем, я в черный список добавила после этого, ну, в общем, что это вообще? Ну, хорошо, это ты сейчас одну такую форму взяла, когда люди садятся на шею, да, когда ты им что-то делаешь, они просто садятся на шею, воспринимают это как должное, что какая-то мамочка там, жена, ты задолжала уже, ты так и должна делать. да, Хорошо, а еще какая форма у этого есть? У что, у этого еще есть форма? Когда ты очень много даешь, очень много делаешь для человека, что он еще может проделать такое, скажи? Еще какой побочный эффект от того, что покупаешь друзей? Я стараюсь не делать ничего материального для друзей, ну, как бы такого, то есть у меня лимиты есть материальные, вот сколько я могу отдать человеку, потому что, если ты даешь чуть-чуть больше, ну, просто человек тебя как человека перестает видеть, он начинает тебя видеть, как какой-то денежный просто ресурс, а меня это очень сильно обижает, ну, то есть мне хочется, чтобы человек видел меня, а не только то, что с меня можно что-то поиметь. Ну, хорошо, Настя, давай я сейчас начну тебе покупать коктейли, начну тебе как-то там помогать, давай деньги, как ты к этому будешь относиться? Я этого не позволю. Почему? Почему ты этого не позволишь? Что будет с тобой происходить, если я начну это делать? Вот почувствуй сама, теперь давай я пытаюсь как-то тебе что-то дать, как-то тебе, значит, купить что-то. Что начинает с тобой, Настя, происходить? У меня такое ощущение, что ты меня покупаешь, ну, то есть, как бы, ну, мне будет неловко, мне будет неуютно, и я либо буду ходить в те места, в которые я могу себе позволить, либо я буду как-то с тобой в складчину рассчитываться, наверное, нет места, в которые я не могу себе позволить, но, как бы, я не позволю тебе как-то такие вещи делать. Ну, все-таки ты вдруг в какой-то момент сломалась и продалась, ты взяла у меня это, с каким дальше ты чувством сталкиваешься? Вот ты уже это взяла, ты уже это съела у меня, дальше с каким чувством ты сталкиваешься? Если я это сажала, мне хочется сделать себе что-то в ответ равнозначное. Например, Настя, давай, что ты хочешь сделать? Ну, не знаю, сделать какой-то подарок или в следующий раз тебя отвезти в какое-то такое место, которое, ну, там, либо будет такое же по деньгам, либо такое же по эмоциям, то есть мне захочется тебе в ответ сделать какую-то такую вещь, чтобы не чувствовать себя должным. Хорошо, а теперь представь, у тебя нет возможности сделать вот эту ответочку, обраточку, отблагодарить. У тебя нет этой возможности. Можно, блядь, нарисовать картину, можно, блядь, сводить в какое-то место, можно организовать без денег любой досуг человеку, чтобы ему было приятно и хорошо, чтобы он почувствовал фидбэк. То есть я в любом случае даже без бабла это сделаю. Ну, посмотри, что ты пытаешься сделать. Ты пытаешься избавиться от вот этой должности, чтобы тебе не чувствовать вот этот дискомфорт. То есть мы говорим о том, что человек впадает в состояние дискомфорта. И уже с этим дискомфортом каждый поступает по-разному. Вот тебе захотелось быстро-быстро расплатиться, кому-то захотелось, например, тебя оскорбить, обосрать, как-то оболгать. У тебя какая-то девочка там была, обвинила тебя в чем-то, что ты там что-то украла и так далее. Или кто у кого там что-то угрянулся, что ты украла там. Я не помню, какой-то кипиш был такой. То есть вот так. У кого-то возникнет ощущение не просто от тебя избавиться, сбежать от вот этого чувства неприятного. У кого-то возникнет ощущение быстро сесть тебе на шею и объяснить себе, что ты просто его мамочка, ты должна о нем заботиться. Но в любом случае человек столкнется вот с этим неприятным. Понимаешь? Вот. Это к вопросу о том, что должна ты отслеживать в следующий раз, что важно отслеживать. Что на самом деле происходит за моей покупкой, да, этого коктейля даже элементарного какого-то. Во что такое, в какое чувство погружается человек? Я поняла. Ну, хорошо. Вот сейчас... Это прикольно. Давай, что сейчас за чувства, что за мысли, за эмоции? Давай. Ну, смотри, я думаю, вот как бы кому я разрешаю за себя платить. Ну, вот, то есть даже если я прихожу на свидание или на какую-то встречу, мужчины часто пытаются заплатить за меня, и причем, если они этого не делают, для меня это как бы, ну, показатель того, что, ну, типа, если мужик не предложил этого, то для меня это такое себе, ну, тоже пунктик, что, ну, не особо он джентльмен, то есть неинтересно, но разрешу за себя платить я только тому человеку, с которым я рассчитываю на секс. То есть такое. Что это такое? Это я, типа, тоже отдаю фидбэк назад. Но не хочешь ты сталкиваться вот с этим чувством, что ты что-то задолжала, да? Она очень некомфортна. Ну, вот это вот мне бабушка, кстати, научила, что, типа, ну, это вот ее тема, что любой даже подарок, допустим, дорогой, он обязывает, если не хочешь быть должной, ну, и нельзя позволять себе людям, которые с тобой не в близких отношениях, делать для тебя что-то такое, либо нужно прям проговаривать, что это бескорыстно, что ты сам этого хочешь сделать или сама, и, типа, не то, чтобы я прошу, ну, типа такого. Ну, это взятка. Получается, тебе дают взятку, и ты что-то задолжал уже, как бы, и тебе некомфортно сталкиваться с этим чувством. Любому человеку некомфортно сталкиваться с этим чувством, на самом деле. А мне кажется, что у некоторых его просто нету, особенно в Москве, потому что сейчас очень сильно вот эта вот тема жить за счет кого-то, она очень сильно развита, и люди прям ищут себе такого человека, папика, мамика, и, ну, это отталкивает очень сильно, то есть, я не знаю, что произошло с людьми, то есть, у нас как-то, я не знаю, вот люди вот моего возраста примерно, у них есть какая-то вот, ну, понимание того, что человек что-то делает для тебя, но, наверное, правильно и грамотно и вежливо сделать что-то в ответ, ну, либо не принимать. А вот у многих, я сейчас смотрю, эту тему просто нету. Ну, хорошо, Настя, скажи мне, когда ты это делаешь, как будто бы что такое происходит, да, вот с этой покупкой друзей, что ты такая какая-то есть, без этих покупок, без этих коктейлей, что-что, как будто с тобой не будут дружить, ты какая-то недостойная, неинтересная, неумная, некрасивая. С чем ты сталкиваешься? Скажи сразу глубоко так. Нарни. Сразу глубоко? Я даже не знаю, как тебе ответить, потому что я в последнее время стараюсь ходить в какие-то фришные места, вот в которых вообще, ну, типа, не особо, наверное, нужны деньги, ну, нужны какие-то, наверное, эмоции скорее, вот такое. А в какой-то, если в бар пойти, или к... Людей, я покупаю дружбу, покупаю внимание, любовь какую-то там, и что, заботу, поддержку, я не знаю, уши свободные и так далее. Потому что тот, кто платит, тот и музыку заказывает. Ты как бы типа главная, если ты мне коктейльчик купила, я должна тебя выслушивать и танцевать уже под твою музыку. Как будто бы, если ты не будешь мне коктейльчик покупать, что такое? Ты для меня неинтересная, что ли, тогда? Мне с тобой неинтересно? Ну, Ну, смотри, допустим, если я кого-то приглашаю куда-то, и, допустим, у меня в окружении ребята, которые не могут себе этого позволить, ну, я прям проговариваю, что я приглашаю, то есть, как бы, ну, типа, это ко мне. И такая же херня вот у моих друзей, которые, если они куда-то приглашают, они говорят, вот это все с нас, типа, и вот вот такое, а с другими я просто не общаюсь. Ну, потому что я боюсь вот этого юзания, в смысле того, что, ну, вот, несколько раз за прошлое лето я столкнулась с такой темой, когда у меня, прикинь, два месяца прожила девочка, и в итоге она мне сказала, что я за два месяца не нашла мужика, значит, короче, мои тренинги не работают, ничего не работает. Я говорю, бля, малая, ты здесь жила два месяца, с тебя никто не требовал ни жратву, там, ну, ничего, типа, ты нормально ли вообще? Она такая, это вообще моя квартира, не собираются сюда уходить. Прикинь, блядь, я прихуела просто. Пришли менты, поснимали селфи саму такие. Ну, короче, было очень орно. И вот вторая ситуация вот с этим вот малым, который мне высказал, что я кого-то сводила на Бали. То есть, типа, человеку похер, как у меня дела, человек ничем не интересуется, человеку вот нужна только вот бабки. Ну, хорошо, Настя, ты сейчас не отвечаешь уже в третий раз на мой вопрос. Давай я тебя поймаю, а ты у меня как рыбка ускользаешь все время. Я предполагаю, что да, вот, допустим, вот этот мальчик, который мне высказал за Бали, я ему прям прямым текстом сказала, что, как бы, ты со мной дружить не хочешь, я для тебя ничего не представляю, я для тебя только какой-то материальный ресурс, а я не хочу ресурсом быть. Поэтому, извини, мы не будем больше общаться. Ну, так смотри, ты мне сейчас про себя скажи. То есть, я на самом деле какая, почему вот мне нужно купить друзей, почему, почему мне нужно заплатить, потому что с такой, какая я есть, дружить не буду. То есть, я какая, как будто бы. Знаешь, такое, мне неловко, когда вокруг меня, у людей нет денег, и мне кажется, что правильно поделиться. Наверное, вот такое. Это вот, это вот, наверное, из детства, когда тебе родители говорят, знаешь, типа, надо делиться, иначе это нехорошо, плохо быть жадной. Но я не могу сидеть одна в углу и жрать конфету. Мне хочется ее разделить с теми людьми, которые вызывают во мне симпатию. И вот я не знаю, это хорошее чувство или не очень. То есть, идея справедливости, что все поровну, справедливо должно быть. Нельзя так шлить. Но мне хочется разделить что-то вот с людьми, которые вызывают во мне какой-то эмоциональный отклик. Я не могу жрать одна, мне кусок в горло не полезен. То есть, это не исходит из того, что ты чувствуешь себя неинтересной, нелюбимой, какой-то скучной, ненужной. Это исходит из идеи справедливости, что всем надо поровну, чтобы у всех все было хорошо. Ну да, потому что именно идея, что я скучная и интересная, она вряд ли сопоставится с кучей подписчиков в Инстаграме, с теми людьми, которые хотят меня куда-то сводить, которые... Ну, у меня очень много таких людей, которые хотят просто со мной поговорить, и они готовы за это платить и большие деньги. Ну, и просто готовы встретиться и вылавливают меня везде. То есть, это прям, ну, было бы сложно. Окей, Настя, жизнь такая вот она, ну, очень яркая, насыщенная, бесконечное интервью. В целом, ты довольна своей жизнью? Тебе нравится, как у тебя все происходит? Или вот какие-то есть просто шероховатости, которые ты сегодня обозначила? Я просто пиздетки кайфую. Если бы кто-то сказал, что, типа, у меня может быть такая тема, я бы, наверное, не поверила, потому что я могу зайти в любой клуб, я могу зайти в любое место, мне доступна любая машина, мне доступны любые люди, у меня там каких-то звезд, куча знакомых, там, либо через человека, либо напрямую, то есть мне вот, когда Гуф меня поздравил с 8 марта позавчера, у меня такое, я просто, я не знаю, я поосторгю в каком-то щенячем. Ну, Настя, ну, хорошо, давай сама тогда скажи, есть ли какие-то вещи, которые ты не очень любишь обсуждать, не очень любишь на ней говорить? Не очень люблю обсуждать, ну, допустим, я влюбляюсь в мудаков все время, это прям мое, прям вот, ну, короче, найди самого большого мудака в компании, я обязательно в него втрескаюсь, вот, бледина, какой-нибудь там нарик, человек, у которого жизнь вот вообще максимально темная, максимально, то есть какой-нибудь там криминальный авторитет, ой, господи, какая лапочка, давайте его сюда, ну, я не знаю, ну, типа, на хороших мальчиков меня вообще не прет, то есть, ну, у меня все время какие-то мрази рядом, вот такие, ну, сексуальные, обаятельные, но, блядь, мрази, и вот я не знаю, как-то вот, чтобы у меня были просто спокойные отношения с мальчиком, чтобы вот он меня любил, ценил и уважал, повесьте, ну, то есть, что это вообще за тема такая, это я еще какой-то сложный, какого-то сложного человека, или меня просто какая-то темная сторона моя требует, чтобы вот рядом был обязательно мудак, чтобы я поплакала в подушку, но у меня вот, знаешь, как вот у алкаша сорваться на алкашку, вот так вот у меня раз в год какая-то несчастная влюбленность, мудака, вот мне прям это очень сильно надо, я не знаю, как себе это объяснить, вот почему такие, ну, смотри, это уже у тебя формулируется третий запрос, адреналин, да, покупка друзей, и вот эти социопаты, которых ты описываешь, ну, вот такие, как бы, ублюдожные, наркоманы, нарушители общественных норм, правильно я понимаю? да, маргиналы, вот такие, это и есть социопаты, то есть ты любительница социопатов, ну, хорошо, если я тебе скажу, что у тебя у самой есть такая грань, да, с социопатским чем-то таким, что ты сама немножечко такая же, как они, скажи мне, видишь ли ты в себе эту грань, что ты с ними схожа очень во многом? ну, да, мне сложно все назвать хорошей девочкой, ну, то есть, специфическая я малышка для отношений, ну, сто процентов, то есть, такое, ну, то есть я нахожу просто себе подобное, это очень схожий персонаж, да, это более экстремально, у мужиков социопатия, она всегда более экстремальная, у женщин она носит такой очень лайтовый характер, однако есть какое-то с ними сходство, вы во многом перекликаетесь, ну, во-первых, и те, и другие, это такие адреналинщики, да, и ты, и они адреналинщики, ну, давай вместе, и ты, и они любители вот такой яркой, свободной жизни, да, любители там быстрых скоростей, там, любители острых каких-то ощущений, казино и прочего, любители взорвать все границы, правда же? Ну, ну, очень много сходств, нет разницы? есть, давай сама продолжи, что еще общего у тебя с ними? Ну, шлюховатость какая-то, потому что меня всегда привлекали шлюхи, но в смысле того, что, если чувак там, меня полностью вот себя вот отдаст, подарит, скажет, вот, бери, ну, типа, если на него никто не будет смотреть больше, кроме меня, ну, мне очень быстро станет скучно. На самом деле, Настя, на своих тренингах, ты же учишь вот этой социопатии, и ведешь себя ровно так же, и этим и влюбляешь, и взрываешь эти мужские сердца, ну, правильно? То есть, социопаты и социопатки, они просто воруют сердце на раз-два, и это у тебя хорошо получается, и продается, то есть, эти книги, они продаются, и в них пикаперские техники, на самом деле, построены вот на этом самом безбашенстве, попробуй сейчас отследить это. Ну, я поняла. Ну, вот я, кстати, последний, наверное, год стала прям очень сильно хорошей, в смысле того, что я стала взаимной. Я стараюсь все-таки, если человек ко мне хорошо относится, задвинуть свою жажду адреналина куда-то в сторону, и относиться к человеку хорошо, потому что он этого заслуживает. Но если человек поднесся ко мне как мразь, пиздец, я в 10 раз больше сделаю, просто, я его нахуй закопаю морально, он будет плакать кровавыми слезами, я буду над этим угорать, вот сто процентов. Ну, то есть такое. Но если человек такую херню сделает со мной, пизда, моему сердцу просто нафиг, я влюблюсь вот. Ну вот, вот я сейчас об этом и говорю. Мы сколько угодно можем человека уважать, но бабочки у нас взлетают именно вот на такое предательство, на такое хулиганство, на такую безбашенность и непоследовательность, правильно? Которую ты лично сама и демонстрируешь. Ты ничего искусственно с собой не делаешь, это как бы, ну, твоя одна из твоих грани, одна из твоих структур таких личностных, так сказать. Да, вот это вот, бунтарство такое. Я просто боюсь, что с одним, с каким-нибудь моим таким вот партнером, вот, ебланским, с одним уже в тюрьму попали, блин, что, что будет со следующим? Я просто реально боюсь, что мы там либо вместе спрыгнем с парашюта, без парашюта, либо там, не знаю, ну, это просто реально страшная комбина, когда собирается два таких человека, потому что мы начинаем творить вот какие-то сумасшедшие вещи, и опять же, не то, что мне это не нравится, просто это как бы, ну, это небезопасно бывает очень часто. А я сейчас уже пытаюсь стать взрослой девочкой, которая отвечает за свои поступки, там, не делать другим то, что не хочешь, чтобы сделали с тобой, там, ну, типа такого. Ну вот, как раз сейчас к этому и мы переходим. Скажи, вот, как ты чувствуешь, сколько тебе еще надо наиграться вот этими эмоциями, страстями, скоростями, сколько лет вот ты еще себе даешь, сколько ты будешь такой страстной, когда ты успокоишься уже все, все, тихо, спокойно, чинно. Мне кажется, никогда. Потому что, ну, смотри, сейчас над людьми я стараюсь уже не издеваться, то есть над людьми я уже издеваюсь в ответочку, только если мне очень-очень сильно насрали. То есть, ну, я тогда разъебывала просто людей, ну, в смысле, вот эта девочка, которая там соврала, что я у нее украла предпоследний айфон, я такая в ментовку захожу, в Луи Витоне, в шубе, в шиншилле, говорю, вот, зачем мне предпоследний айфон, если я сейчас одета в 10 раз дороже, чем она в принципе. Но она там наврала дофига, в смысле, что она какая-то дочка Газпрома, на самом деле она вообще без отца, и у нее там мама, короче, мне рассказали, что у нее мама проститутка, несмотря на взрослый возраст, то есть, ну, у нее там реально сложная ситуация. И, короче, мне моя подписота в ответ на всю эту историю скинула кучу порнухи, где ее там, на нее писают, короче, ей там в три члена на нее кончают, там вот просто даже для меня это зашквар. И я просто выложила скрин в инстаграм, где она сидит над туалетом, в этот момент на нее девочка сыт, я просто типа замазала сердечками там, типа такого, и написала, что Даша еще один шаг, ты поняла, что будет. Все, человека просто нет. Она потом писала, просила у меня прощения, она мне пофигу. И там была такая хуевая ситуация, в том плане, что она сделала, попытку суицида, чтобы пропиариться, и вызвала скорую РНТВ одновременно. Она для себя закрыла вообще, в принципе, пиар как таковой. То есть ей больше никто не поверит, потому что, ну, типа девочка просто, ну, типа проехалась на моем пиаре. Но с нормальными людьми я так не поступаю. То есть, если там меня бросил мальчик, я там не буду выкладывать его видосы и говорить, что ах ты пидарас и мудак. Нет, ну, типа нет. То есть, ну, только если в ответку, потому что там было уголовное дело, ну, мой адвокат 306-ю статью на нее, короче, накатал. Не знаю, что там за это будет. В общем, ну, такое неприятное. Но это, это охрененное чувство. Я очень это люблю. Я очень люблю поругаться там с кем-то в магазине. Мне очень надо поскандалить. Мне прям очень нужно какой-нибудь замес вот такой вот влезть. Но я стараюсь это делать без медийности. Я просто, знаешь, такое. Мы недавно в Азбуке Вкуса с какой-то бабой посрались, блядь, просто жестко. Мы стоим, короче, с корешем просто орем, ну, материмся там чуть-чуть. Ну, влезает в разговор такое, быдло, блин, из Азбуки Вкуса, рядом муж на самокате. То есть, такие прям, вообще много чего из себя представляют. Что-то начинают на нас орать, приходит охранник. Я ему глазки построила, такая, почему она на меня кричит? Что это за женщина? Вообще, стою спокойно, покупаю себе мороженое. Он начал за меня в фрегатку, на эту бабу наорал. Мы выходим на хихахах, бегом в Каен, развлекаться чем-то другим. Я не понимаю, чем. Хорошо, Настя, давай так, у этого всего, ну, вот, вот, такого социопатского поведения, как бы, нажимается кнопка замедленного действия, как бомба, грубо говоря, да? То есть, идет некоторое разрушение. Как ты чувствуешь, с чем связано вот это поведение, которое разрушительное, особенно, да, для девушки? Как ты чувствуешь? Ведь ты разрушала много лет и свою психику, и свое тело. Ну, давай, чуть-чуть вот про это. Ну, свое тело, что ты имеешь в виду? В смысле наркотики, я нихрена. Ну, вот смотри, татуировка, у тебя есть татуировка, да, Настя? Да, есть одна. Есть татуировка. Я завтра пойду набивать большую. Да, вот, просто два, два слова про вот эти 60 партнеров за ночь, помнишь вот эту историю. Это же все равно про телесное разрушение, Настя. Давай, вот, про эмоциональное разрушение. Тюрьма, Настя. 60 стоящих членов, когда они все тебя хотят, и вот это именно, когда они все новые, какое-то вызывает эмоцию. Причем еще на тот момент, со мной был мой парень в этом свинг-клубе, я понимала, что он на все это смотрит. Я понимала, что он ревнует меня дико в этот момент просто. И у меня, ну, было что-то вот сродни, наверное, какого-то наркотического оргазма. Это просто, это было нечто нереальное, это было одно из очень крутых вещей в жизни. Я недавно, кстати, повторила, но немножко не в такой форме. мы поругались с чуваком, там очень жестко, он мне там очень сильно насрал, тоже в отношениях были. Вот. И я, короче, на нем занималась сексом с другим чуваком. И вот просто, ну, эти эмоции, я не знаю, садистка, ты садистка еще вместе с тем. как бы, это же садизм по отношению к любому. Ну, хорошо, давай чуть-чуть. Я стараюсь в ответку это делать обычно. Это месть, обычно это месть какая-то. То есть, человек тебе сделал больно? Такое, почувствуй, типа, что чувствовала я. То есть, когда человек в ответ старается делать, я просто реально стараюсь людей не обижать, потому что я помню, как это больно, когда так поступают с тобой. И я помню, вот все вот эти вот чувства, когда от себя бросают, когда от себя человек уходит. Я помню, что такое измена, я помню, что такое, когда ты понимаешь, что человек, который для тебя что-то значит, он сейчас не с тобой. И если я к человеку испытываю какие-то эмоции, я никогда в жизни не допущу, чтобы он почувствовал такое, потому что я помню это чувство. Ну, если он мне начнет срать, пизда, просто пизда. Ну, типа, там, где они учились, я преподаю, понимаешь? Ну, типа, вот в этот момент я начинаю кайфовать, я начинаю забывать, у меня проходит обида, у меня проходит вся боль, я просто выкидываю это все, и потом все, я пустая, то есть я иду дальше. Ну, хорошо, все равно два слова про это разрушение, да, ведь это тюрьма, ты бессознательно все равно туда шла, ты зачем-то хотела там оказаться, то есть это же все очень травматично для женщины, да, это все очень разрушительно, то, что может вынести мужик, ну, какие-то шрамы там и так далее, для женщины очень травматично, как ты чувствуешь, с чем связана вот эта разрушительность какая-то, все равно она есть, вот эта энергия, да, то есть, грубо говоря, даже как будто бы убиться хочется, убиться на этой машине, с чем это связано? Ну, знаешь, наверное, проверка себя на прочность какая-то, то есть, знаешь, иногда вот есть такое, особенно у спортсменов, вот я много с кем разговаривала, у меня там друзья стендрайдеры есть, я тоже как бы раньше в мотоспорте была очень сильно, потом я очень сильно пизданулась об асфальт, и я вот уже лет пять не сажусь на мотик, но вот я разговариваю с народом, ну, я это позаменила, это там пилотским, там всякой такой темой, короче, и, ну, мы разговаривали вот тоже недавно про эту жажду скорости, там тоже с чуваком, который это вот все дело испытывает, и, ну, знаешь, когда тебе дается сильное тело, красивое, вот, ну, ты не можешь его просто посадить на кресло и пускай сидит, тебе хочется его испытать, и вот это спортсмены все этой херней болеют, потому что когда ты с детства, вот у меня шести лет плавания, у меня 10 лет, я КМС, то есть, как бы, вот у меня вот эта вот вся жизнь проходит в состязании с кем-то, и для меня состязание это единственный мотиватор, то есть, я не буду что-то делать просто так, у меня все мои проекты, вся моя тема, вот, которой я занимаюсь, это не вдохновение или еще что-то, это вот такая тема, я докажу, я смогу там вот такой вот штуки, и я вот в этом соперничестве живу постоянно, и сейчас это просто соперничество с собой, то есть, мне хочется быть лучше, чем я была. Настя, а кто должен тебя, кто должен это оценить, Настя, кто должен похвалить, кто должен сказать, вот это да, кто этот человек, Настя? Мир. То есть, это какие-то люди, мир? Мир, да. Ну, если ты конкретизируешь, вот, если этот мир как-то вот так вот, кто главный среди них всех, кто будет фигурировать вот из всех этих людей? Ну, если я соберу на свою музыку 50-тысячный стадион, ну, просто я себе скажу молодец, я себе скажу. Нет, это не сторонний человек, я никому ничего не доказываю, себе. Ну, тебе достаточно было вот всегда маминой похвалы, что доченька, ты такая молодец, я так к тобой горжусь. Маминой мне вообще было пофигу, мама меня могла хвалить, могла не хвалить, но у меня были вещи, за которые, как бы, я себя хвалила, то есть, какой-то результат, какая-то тема, которую мог вообще никто не знать, допустим, ты входишь в какой-то поворот в лесу, там, ты пролетаешь на грани, ты понимаешь, что ты рисковала, ты понимаешь, что ты сейчас там мог быть какой-то полный пиздец, ты это сделал, этого мог вообще никто не видеть. Либо какой-то твой внутренний надлом, когда ты делаешь что-то, что ты считала, что раньше ты не можешь делать, мне даже не обязательно это рассказывать кому-то. То есть, у меня сама ситуация, типа, по кайфу, и вот я начинаю к себе как-то, даже не по-другому относиться, а просто вот это вот именно такое. Настя, хорошо, давай два слова про инфантильность, и уже будем с тобой завершать. Как ты чувствуешь, какой твой возраст? Вот сколько тебе как будто бы лет? Ведь тебе же не 30, намного меньше. Давай, сколько лет тебе? Вот он какой-то ближе к чему, твой возраст? Иногда мне кажется, что 80, иногда мне кажется, что 10. То есть, есть какая-то неадекватность, да, как будто, или 80, или 10. То есть, или в ребенка тащит совсем, или вот какую-то усталость, замудренность, как будто столько уже повидала, тяжесть даже какая-то. Ну, в ребенка я стараюсь осознанно, наверное, уйти, потому что это эмоции. Потому что там счастье, там какая-то, ну, отсутствие ответственности. Но при этом я все равно чувствую ответственность, все равно я просчитываю себя, даже в каких-то экстремальных вещах на 10 шагов вперед. Я думаю, что я буду делать дальше. То есть, это, наверное, какой-то, наверное, немного показательный образ. Но когда ты ржешь, ты начинаешь все равно чувствовать в глубине души веселье. А так вообще мне очень сильно скучно. Ну, в смысле того, что я смотрю, я знаю, кто что, как сделает, что скажет. Настя, давай еще два слова буквально про детей. На тебе нет отпечатка матери, да? Нет вот этого матери. У них обычно у матерей такая какая-то есть, некоторая глубина, времененность. Знаешь, такая, что вот-вот вырастила. Это же не правда, что у тебя трое детей? У тебя один ребенок или трое? Один, да. Один. Ну, у меня один и крестное, но, получается, я считаю их двоими, потому что, ну, типа, я примерно равнозначную не думаю. У тебя сын подросток уже, да, он уже подросток? У меня сын подросток и дочка подросток, да. Но вот он вообще рос без тебя, то есть ты вообще никак не фигурила, периодически появлялась? Почему? До восьми лет он был со мной, а потом с отцом. Ну, то есть вот до такого какого-то возраста уже, ну, относительно, когда ему больше было интересно. Ты сегодня сталкиваешься с какими-то чувствами, что это какая-то виновность, что-то не додала, как будто бы ему... Ну, понимаешь, он мне может все рассказать, и для меня в детстве, допустим, самый мой затык был в том, что были вещи, которые я считала, что маме не рассказывают, то есть про какой-то сексуальный опыт, про наркотики, про вот тот же с мотоциклами, вот мой этот экспириенс, про какие-то поездки. И я как-то стараюсь, чтобы и малой, и малая могли мне рассказать, ну, то есть если у них что-то происходит экстремальное в жизни, чтобы первый человек, к которому они приходят, чтобы это была я. И мне кажется, у меня это получается. Настя, скажи еще вот такую штуку. Ты хочешь когда-то вот остепениться именно в плане родить детей, семья, классика жанра, вот этот дом, собака, дети? Ты видишь что-то такое впереди или нет? Нет, вообще не вижу. Тебя как-то это что? Смущает, пугает, скучно, рутинно, болото. Что ты про это скажешь? Скучно. То есть это то, что у тебя уже было, это то, что тебе не понравилось, это то, что вот сбежало. Да, я в это уже играла, и у меня было безумно скучно. Мы же с тобой, собственно говоря, как бы и ты, и я в 16 лет вышли замуж, рано очень забеременели. Это у нас вот одинаково с тобой получилось, да? Ну и мужик у нас Коля. Так что дай Коля. Ну хорошо, давай переходить к рекомендациям. Что бы я тебе порекомендовала, Настя? Давай посмотрим. Смотри, так как ты адреналинщица, эта потребность, скорее всего, сохранится на длительные годы, и в этом есть огромное преимущество. Только эти вещи лучше сублимировать в те действия, которые будут продуктивными и разрушительными, что ты однажды можешь куда-то въехать, да, и травмироваться как-то. А что-то такое созидательное и позитивное? Ну, например, где можно найти этот адреналин? На сцене. Давай мне теперь дальше сама скажи. Где еще? Ну вот я еще на сцене, плюс я автовлог сейчас делаю, типа вот с этими тачками. И, ну, это интересно на самом деле, подпольные эти гонки. Вот. И когда ты все-таки на камеру, за кадром, ты не так сильно режешь, и это все-таки безопасно, просто монетизируется, так что все нормально. Ну вот, а в мотоциклы я больше не лезу. Хорошо. Вторая тема по поводу разброса каких-то интересов. Смотри, еще будет очень классно, если это как-то будет во что-то интегрироваться и между собой все как-то пересекаться. Понимаешь, о чем я говорю? Все твои увлечения одновременно. Это может быть какой-то особый проект. Ну, музыка, наверное. Вот в этом. Вот сейчас, наверное, в студии, и в тот момент, когда выходишь на сцену, вот, наверное, это все составляется. Поэтому я сейчас забросила все, даже школу свою забросила, в принципе. И полностью все свои эмоции вот скинула в сторону музыки. Но я знаешь, что хочу сказать по поводу твоей школы, да, вот этого пикаперства? Ведь ты самый сильный тренер, на самом деле, из всех. Правда? Тебе есть что говорить? Понимаешь, это не школа. Я просто как бы говорю, что я делаю, и что получается, какие результаты. Ну, народ, кто слушает, делает то же самое, у них такие же результаты. Но я, типа, я же даже не психолога. Это же обучение, это же обучение. Ты же меня, как бы, учишь этим самым. Я же даже, типа, ну, я не считаю себя пикапером, психологом или еще что-то. Я просто знаю, что надо сказать или сделать, чтобы мужик поступил там так или иначе. Ну, я к вопросу о том, что оно, как бы, ну, что ли, как-то не развито так, как оно должно быть развито, понимаешь? То есть оно может иметь больше интересные масштабы, твоя школа. Так у меня же ни рекламы нету, ничего. Типа, я просто вышла из тюрьмы с мыслью, что у меня есть знания, которые нужно передать, потому что, типа, дофига девчонок заморачиваются по жизни, а не стоит заморачиваться, это можно достаточно легко решить. Вот, поэтому я в плане меценатства так это все сделала. То, что это сейчас приносит какие-то деньги, это, конечно, прикольно. Ну, это не источник дохода вообще ни разу. Просто как хобби. Ну, хорошо, я так поняла, с деньгами у тебя никаких проблем нет, ты прекрасно везде как-то зарабатываешь, еще и политика у тебя, ты еще и в политику собираешься идти, правильно? Ну, в политику на следующий год где-то, да. Ну, хорошо. И по следующему запросу относительно того, что ты покупаешь эту дружбу. Вот мы сегодня немножко разобрались с тобой, что за этим стоит и как лично ты сама. Да, спасибо прям вот очень. Я с этой стороны прям даже не смотрела, и вот ты мне глаза открыла вот в этом плане. Прям я не ожидала, что я что-то вот прям вынесу такой глубинный для себя, ну, прям круто. Что ты сама понимаешь, в какой дискомфорт ты попадаешь, когда покупают тебе, да, с чем-то кем сталкиваешься. Да, да, да. И когда в следующий раз ты просто это быстрее отслеживать будешь, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, что происходит с человеком. Ну, это, знаешь, еще и показатель человека для меня. То есть я иногда спецом это делаю, чтобы посмотреть. Если я для человека что-то знаю, он будет делать какой-то фидбэк. Если он этого не делает, я просто нахуй посылаю. Ну, хорошо, Настя, на данный момент, на данную секунду, скажи мне, пожалуйста, свое самочувствие. Вот в каких ощущениях ты сейчас находишься? Сейчас... Погода, видела, в Москве. Мы сейчас пойдем в ПГ кататься на роликах. Сейчас весна, я с зала пришла. Ну, наверное, единственное, что меня расстраивает, что я книгу очень долго пишу, за нее надо засесть. А у меня вот вокруг такая интересная жизнь вся. Я не могу ее бросить, блядь, и засесть нахер за компьютер. Вот я не могу себя заставить. И вот я не знаю, мне надо вот эту вот эйфорию, первое тепло, просто, наверное, как-то пережить. Поэтому сейчас вот пока шла с зала до машины, у меня прям такое. Ну и новый каен, он как-то тоже дает ощущение. Так что такое. Ну хорошо, Настя, все, я тебя целую и обнимаю. Домашнее задание, как бы, ты поняла все мои рекомендации, поняла? Все, спасибо большое за консультацию. Прямо вот с позиции того, что вот как посмотреть на человека, что он чувствует, вот ты мне прям очень сильно помогла. Потому что я с этой стороны просто не смотрела. И сейчас я буду поглубже, наверное, это оценивать. Так что это классно. Спасибо. Тебе тоже спасибо. Все, целую тебя. Пока. Давай, пока. Пока. Ну что ж, ребята, давайте теперь небольшое подведем такое психотерапевтическое резюме. С чем мы имеем дело? С очень яркой, интересной личностью. Вместе с тем, она вот как рыбка, она реальная рыбка, которую не ухватить за хвост. И той самой глубины, которую мы с вами очень хотели увидеть, мы ее не увидели. И, вероятно, мы ее не увидим никогда. Наша Настя раскрывается, вот то, как я ее почувствовала, раскрывается исключительно в своих текстах. Вот когда она пишет, там я вижу ее душу. Вот там я как-то могу нащупать ее сердце. Однако в реальной встрече, в реальной беседе поймать ее за эту глубину просто невозможно. С чем это связано, трудно сказать. Возможно быть, это какие-то такие конституциональные особенности, что она не подпускает к себе. И весь мир держит на вытянутой рыке. То есть никто не может туда пробиться, никто не может туда достучаться. То есть я предполагаю, что там нет как таковых очень близких подруг, нет каких-то очень близких особо людей даже. Вот она говорит 10 человек. Но не могут быть 10 человек быть близкими людьми. Значит, нет ни одного этого близкого человека, нет никого вокруг. Отношения, скорее всего, носят очень такой поверхностный характер, неглубокий. Соответственно, что можно всегда успеть попрощаться. А Настя бережет свое сердце, боится быть израненной, пораненной, да, чтобы, а не дай бог, никто туда не харкнул. Собственно говоря, вот эти все беспорядочные половые связи, вспомните нашу Саманту из секса в Большом Городе. Чего боялась больше всего Саманта? Она боялась разбитого сердца. И вот эти бесконечные мужчины как способ не разбивать ни в коем случае себе сердце. Я вас буду трахать, я вас буду использовать, да. То есть как способ отомстить всему мужскому миру. Может быть, это связано на обиду на отца, что она росла без папы. Но тут уже мы можем с вами фантазировать сколько угодно. Что мы еще видим? Парадоксальную, экстремальную открытость вроде бы, да, как будто бы язык такой без костей, много говорит лишнего, за что часто может поплатиться, там, сесть в тюрьму и так далее, да. Вроде бы экстремальная открытость вместе с тем с абсолютной тотальной закрытостью. То есть сердце, нашу душу, Настину, мы так увидеть и не можем. Все очень заперто за семью замками. Дальше. Я сейчас немножечко себе написала вот так, значит, что она всегда находится в такой психологической защите, в такой обороне. То есть тут же молниеносная реакция. То есть она стоит вот так вот наготове, да. То есть ты никогда не застанешь ее врасплох. Даже если ты ее разбудишь, не знаю, в пять утра она даст тебе в рог, то есть она уже ждет. Тело напряженное, мы видим, в принципе, как правило, она замирает в красивой позе, и в этой красивой позе продолжительным напряженным образом пребывает длительно очень. Она не ответила на мои вопросы вообще относительно глубины, относительно чувств, не проскочила никакая особая эмоция, да, никакое ощущение. В конце, после нашего часа беседы, я спросила, в каком ощущении ты находишься, да, как ты себя чувствуешь, она не смогла ответить себе на этот вопрос. То есть можно предположить, что, в принципе, свою телесность она слышит плохо, она ее, в принципе, не слышит, она от нее бежит. Она бежит от очень ярких, каких-то особо, значит, таких тяжелых чувств. Соответственно, что мы еще с вами видим? Значит, скоростная такая разученная речь немножко носит такой зомбированный характер, как будто бы кто-то, как будто бы кто-то ей что-то такое внушил, и вот ты ее пытать будешь, а она будет тебе говорить вот разученную, выученную какую-то формулировку, которую она когда-то где-то заучила, как будто бы написала и так далее, да. И в этом плане почему ты как будто бы бьешься об лед? Ты хочешь, как бы я хочу настоящее что-то увидеть. Настя, она тебе опять бум и разученная фраза какая-то. Бум и опять какая-то книжный какой-то ответ, или ответ, который ей когда-то там внушил ее тренер, я не знаю, еще кто-то там в НЛП что-то ей такое промыл мозги. Вот ощущение промытости мозгов, знаете, есть такое. И именно когда как бы невозможно проникнуть в суть, вот вот что я сейчас чувствовала. То есть мы могли говорить бесконечно, могли говорить бесконечно, я ставлю себя на место ее любимого человека, на место, допустим, ее близкой подруги. Или что она моя любимая женщина, что моя жена. Я всегда буду находиться в состоянии фрустрации, я всегда буду находиться в состоянии тревоги и страха, что она меня бросит, она ускользнет, она исчезнет. Как будто бы вот она у меня, мне ее никак не поймать, мне никак не пробиться куда-то туда. Вот с чем я сталкиваюсь. Я же очень хорошо слышу чувства у людей. Вот то, что я чувствовала как терапевт, работая с Настей сейчас в нашем с ней психотерапевтическом сеансе. Ну, сами видите, да, как она бережет маму, как к маме нет никакой как будто ни претензии, к маме нет никакой обиды, вообще нежелания говорить про маму, не очень она любит говорить про детство, голос сразу меняется и все вот такое какое-то, что давай не будем это трогать. Я как бы так и не поняла, что там происходит, она мне так и не дала это пощупать, так и не дала это потрогать. Она как-то вскользь вот так вот пробежалась, так вот типа давай не будем, да, и убежала, все, куда-то сдриснула, как будто бы, ну не может же быть такого, что вот нет у меня никаких переживаний, нет никаких обид, нет никаких воспоминаний, ну быть такого не может, что какое все прекрасное, какое все хорошее, и по верхам, и по верхам, скачет по верхам, да, соответственно, и люди вот носят такой поверхностный характер рядом с ней, и везде поднаткусывалась, и вот машинами увлекаюсь, и пою, и политикой занимаюсь, и пикаперские курсы веду, там и танцую, и пишу, и рисую, и так далее, то есть везде по чуть-чуть, бегство, бесконечное бегство от глубины, да, с чем таким столкнется Настя, если она остановится, если она задержится на этом чувстве, на этом ощущении, поглощающем, что это такое, от чего такого бежит наша Настя, вот это для нас остается загадка, да, потому что схватить ее за хвост просто невозможно, вот, вот, это вот просто вот, вот бегаешь за ней, за хвост ее ловишь, она вот так вот выкручивается, и по верхам прыгает, так, что мы еще такое с вами увидели, значит, действия у нас носят очень такой демонстративный характер, да, очень такое привлекающее внимание, вот, какого-то как будто бы родителя, который так и не может дать это внимание, потому что вот это какая-то истерика, она там присутствует на протяжении всех этих лет, какое-то бунтарство, это на самом деле попытка достучаться до родителя, что посмотри, видишь, что происходит, да, дай мне это, там, успокой меня, скажи мне свои слова любви, собственно говоря, как и у Люби, успенской у дочери, да, вот, есть вот этот надрыв какой-то истероидный такой, здесь какое-то то же самое, есть какие-то разрушительные действия, чтобы наконец-то взять вот этот, что она не может, ну, не может никак она это взять, она в детстве это не могла взять, да, в подростковом возрасте, вот сегодня уже 30 лет она так и не взяла так, так, что еще хочу сказать, все выстраивается на поверхности, да, вот этот бесконечный праздник, вот это бесконечное множество каких-то людей, бесконечные какие-то поверхностные отношения, ну что, в этом уже все сказали, как вот если бы она поставила перед собой какую-то цель, до которой надо добежать во что бы то ни стало, и она вот так вот взяла вот, затаила, как будто задержала дыхание, поставила шор и бежит, 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 вот как она занималась плаванием своим, да, ей во что бы то ни стало доплыть, 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 вот такой максимализм, вот такой какой-то перфекционизм парадоксальный, казалось бы, да, взять, 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 взять этот приз, взять, 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 взять этот приз, и получается вот в этой погоне она исчезает от, как бы убегает от собственных чувств, убегает от собственных каких-то мыслей глубоких, каких-то переживаний вот в этой в этой в этой гонки 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 она как будто бы и не слышат чего-то что вам очень важно возможно услышали ну ладно все собственно говоря вот так мы пробежались по наш я так ее не спросила про арнелу мути нравится ли ей это сравнение но она и правда на не очень похожа на нашу арнелу да вот этот магический такой тигриный взгляд кошачий такой интересная интересная девушка конечно персонаж такой достойный того чтобы разобрать правда же хорошо мои котики пишите с кем еще терапевтический сеанс вы хотели бы посмотреть потому что я думаю это довольно интересная рубрика для вас да она очень такая показательная потому что ей репортер уже тысячи всяких вопросов позадавали поэтому по поводу дерибаска там или вот этих всех ее значит каких-то людей я в них не разбираюсь в их и в этих политиках поэтому мне это не он не так интересно мне гораздо интереснее было достучаться до ее каких-то сердечных душевных переживаний достучаться я туда не смогла не смогла это я признаю все мои котики вас целую обнимаю подписывайтесь на мой youtube канал заходите на мой сайт вероника степана точка ком и всех вас я жду на своих индивидуальных консультациях по skype